Приветствую вас, друзья! Это канал Откровения, канал о вере в Иисуса Христа и в Его спасение. Дорогие мои братья и сестры во Христе, Господь грядет, Его время пришло. Мы в это верим и видим своими глазами все признаки Его Второго пришествия, которое начнется с восхищения. Когда сам Господь сойдет с неба и произойдет эта долгожданная встреча с каждым, кто принадлежит Ему. И все, что нам надо сегодня, чтобы бодрствовать и быть готовыми к Его внезапному приходу, это пребывать в Иисусе Христе постоянно, в полном единстве, смотреть вверх и верить, что Его время пришло, что этот мир идет к своему концу, а Царство Господа приближается. Книга Откровения показывает, что совсем скоро Иисус Христос примет всю предназначенную Ему силу и власть и воцарится навечно. Совсем скоро Его план по искуплению этого мира и приведению творения к вечной жизни будет исполнен. Многие говорят сегодня, что наступает конец света. Такое выражение существует в мире. Но на самом деле наступает конец тьмы, в которую этот мир уже погрузился и все дальше в нее погружается. Но истинный свет уже светит. Наступает не конец света, но конец тьмы. Потому что этот мир, князем которого является дьявол, лежит во зле и во тьме. Но мир идет к Божьему суду и к своему концу. И Иисус есть истинный свет, который грядет, чтобы осудить мир. Грядет Царь Славы, праведный судья, которому Отцом отдан весь суд. И после осуждения этого мира, который не принял любви истины для своего спасения, наступит Царство правды и истины Иисуса Христа, который по великой любви две тысячи лет назад отдал свою жизнь и искупил творение своей кровью для вечной жизни. И все, кто понимает это и пребывает в нем, не могут не радоваться, что его время наступает, и совсем скоро мы увидим его, как он есть. Чего мы сегодня ждем? Чего желают сегодня люди, называющие себя верующими? Все, кто принадлежит этому миру, желают, чтобы он восстановился, чтобы наступил мир во всем мире, и все продолжалось, как прежде, еще долгие и долгие годы. Все, кто принадлежит Иисусу Христу, жаждут и желают, чтобы наступило Царство правды и истины Иисуса Христа, чтобы Он пришел. Потому что мы не от мира, как и Он не от мира. Но Царство Господа наступит только тогда, когда этот мир будет осужден и падет навсегда. Так говорит Слово Божие. И так показывает книга Откровения, описывающая последнее время этого мира и наступление вечного Царства Иисуса Христа, Сына Божьего, Господа и Бога нашего. Что же должно произойти перед восхищением? Многие говорят, еще должно быть великое пробуждение, еще должен открыться человек греха, еще евреи должны построить третий храм, еще Евангелие не проповедано во всех народах, по всей земле, еще не пришли два пророка, еще и еще и еще. Но ничего из перечисленного не должно произойти перед восхищением. Господь придет внезапно, когда будут говорить мир и безопасность, и заберет из мира свое. Праведный верою жив будет, а вера – это уверенность в невидимом. Мы не увидим никакого великого пробуждения. Иисус Христос в послании к Лаодикийской Церкви показывает Церковь последнего времени, то теплое христианство, которое не ожидает своего Господа и не желает, по сути, чтобы Он пришел. Которое сегодня, говорит, не наше дело знать времена и сроки. Что вообще такое пробуждение? Это выход из сна. На мой взгляд, сегодня пробуждение и выход из сна – это понимание того, что Господь грядет. Вера в то, что Его время пришло. Разве не об этом пробуждении, говорит апостол Павел? Не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Он говорит именно об ожидании дня Господа, который придет как тать ночью, неожиданно. Он говорит именно о внезапном восхищении всех, кто во Христе, и времени этого события. В конце 4 главы 1 послания Фессалоникийцам Павел говорит о восхищении, что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господа на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так, утешайте друг друга этими словами. А следом, в 5 главе, он говорит о времени восхищения. Я напомню, что раньше не было разделения на главы и стихи. Это все одно послание Фессалоникийцам. В конце 4 главы Павел говорит о восхищении, а следом, в начале 5, о времени и сроке восхищения. О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью, ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющего очревий, и не избегнут. Сегодня говорят мир и безопасность, перед началом событий скорби. Когда наступят события скорби, описанные начиная с 6 главы книги Откровения, никто не сможет говорить мир и безопасность. Этими словами апостол Павел показывает то, что восхищение произойдет до начала событий скорби. И дальше Павел продолжает, но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи и тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спять ночью и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Вот в чем состоит пробуждение сегодня, в это последнее время. Это бодрствование и вера в то, что Господь грядет, и его время пришло. Это вера в то, что мир вступил в свою последнюю короткую фазу без судов, о которой говорит Божие Слово. Но большинство христиан по-прежнему спят, не верят, не готовы и не желают даже думать о том, что именно сегодня может произойти восхищение, когда говорят мир и безопасность, когда еще на большей части земли жизнь продолжает идти, как и прежде, так же, как было и во дни Ноя, когда не думали до того дня, как вошел Ноя в ковчег. Все призывы Иисуса Христа бодрствовать относятся к Его внезапному приходу. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Смотрите, бодрствуйтесь, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. И так бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет Хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы придя внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте. То есть пробудитесь от сна, посмотрите духовным взглядом, что происходит вокруг. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь. Досподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред сына человеческого. Вот что такое пробуждение от сна и бодрствование, понимание и вера в то, что Господь грядет. Увещевание, назидание друг друга в бодрствовании и готовности к его внезапному приходу и к восхищению. И только мы сегодня, последнее поколение христиан, живущие перед его приходом, перед его вторым пришествием, можем и должны говорить об этом и провозглашать, что Господь грядет. Больше этого сделать просто некому. Евреи пока не верят, что Иешуа есть Мессия. Их ожесточение произойдет только с наступлением последней седмины, когда войдет полное число язычников. Неверующие понимают, что в мире происходит что-то неординарное, но не верят в Бога. А большинство христиан просто спят и убаюкивают друг друга, что еще не время, и что впереди еще должно произойти то-то и то-то. Ничего больше того, что уже произошло, не должно произойти перед восхищением. И сегодня важнейшим событием, показывающим начало периода второго пришествия Мессии, как времени Божьих судов над миром, является начавшаяся 7 октября война в Израиле. Смотрите на Израиль, если хотите понять, какое сейчас время. Израиль – это Божьи часы. И все события последнего времени будут происходить вокруг Израиля. И то, что произошло 7 октября, это не просто какое-то рядовое событие. Конечно, Израиль, начиная со своего образования в 1948 году, периодически находится в состоянии войны. Это и теракты, и постоянные ракетные обстрелы. Но то, что произошло 7 октября, это совершенно особое событие, которое будет иметь дальнейшее развитие. Библейские пророчества показывают три основных этапа войны и событий в Израиле. Я покажу, как понимаю эту последовательность. В том числе, рассматривая книгу Откровения, в которой очень большая часть посвящена именно Израилю. Потому что последняя седмина предназначена для него, для Израиля. Вот как может выглядеть эта последовательность событий для Израиля во время последней 70-й седмины. Псалом 82. В начале седмины война с окрестными народами. Что мы видим сегодня? К середине седмины то, что описано в 38-й главе Изекииля, когда Гог придет на Израиль от пределов севера, и многие народы с ним. И в конце седмины то, что описано в 16-й главе книги Откровения, когда зверь и лжепророк соберут все народы вместе Армагеддон. Давайте теперь более подробно посмотрим на эти места Писания и на эти этапы, связанные с наступлением тяжкого времени для Израиля. И прежде чем их разобрать, я прочитаю то, что сказано в 12-й главе Даниила и в 12-й главе Откровения. Эти главы описывают одно и то же последнее время. 12-я глава Даниила. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записанными в книге». Для Израиля наступает время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как стали они народом. Такой смысл дан в другом переводе. «И мы должны понимать, что война будет идти не только на земле, в физическом мире, но война будет идти и идет в небе, в духовном мире. Восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа Израиля. Архангел Михаил является покровителем израильского народа». И в 12-й главе книги Откровения также сказано о Михаиле. «И произошла на небе война. Это война в духовном мире и на земле. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю. И ангелы его низвержены с ним. Во время первой половины седмины будет идти война на небе и на земле. И к середине седмины дьявол будет побежден и низвержен на землю. И теперь посмотрим, о каких войнах для Израиля говорят пророческие места Писания. Первое – это Псалом 82. Или в английских библиях это Псалом 83. Есть такое смещение. Этот Псалом 82 говорит о ненависти к Израилю, окрестных народов. И что те, кто ведет войну против Израиля, ведет войну против самого Бога. Те, кто ненавидит Израиль, ненавидит самого Бога. Вот Псалом 82. «Боже, не примолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже. Ибо вот враги Твои шумят и ненавидящие Тебя подняли голову. Против народа Твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых Тобою. Сказали, пойдем и сребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против Тебя союз, против Бога союз. Селение Эдомовы и Измаильтяне, Муав и Агаряне, Гевал и Амон и Амалик, Филистимляне, жители Метира и Ассур пристал к ним. Они стали мышцами для сынов лотовых. Речь здесь идет об окружающих Израиль царствах и народах. И некоторые царства и народы видны на этой карте. Слева древнее израильское царство в окружении враждебных царств. Справа современный Израиль в окружении все тех же враждебных царств. Селение Эдомовы описывают нынешних палестинцев. И Филистимляне, по всей вероятности, это именно палестинцы. Эдом – это территория, близкая к Израилю и современной Иордании. Гевал – это Ливан, где сегодня находится Хизбалла на севере Израиля. Он виден на правой картинке сверху. Амон, как видно на левой картинке, царство Амон в Иордании. Амалик – это первый враг, напавший на евреев после их выхода из Египта. Измаильтяне – это арабы. Муав – вот видно муавитянское царство слева. Древнее царство около Мертвого моря. Агаряне – это арабы, мусульмане, потомки Измаилов, чью мать звали Агарь. И в 82-м псалме перечислены народы и царства, которые и сегодня окружают и все так же ненавидят и стараются уничтожить Израиль. И 7 октября эта война с окрестными народами в Израиле началась. Кто ее бенефицар – вопрос отдельный. Потому что Хамас никогда бы самостоятельно не смог спланировать и не провел бы такую сложную операцию 7 октября. Дальше посмотрим на пророчество из Икииля 38, где сказано о Гоге, который придет на землю Израиля. И многие народы придут с ним. Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество. И скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала. И поверну тебя и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчища, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, персов и феоплян и левийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, гомера со всеми отрядами его, дом Фагарма от пределов севера, со всеми отрядами его, многие народы с тобою. Что это за страны и царства перечислены в пророчестве? Какие современные страны перечислены здесь? Гог – это лицо, возглавляющее вторжение. Рош – это Россия. Магог – это Центральная Азия, это страны бывшего СССР. Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизстан, Таджикистан – все мусульманские страны. Мишех Тубал – это, наверное, Азербайджан, тоже мусульманская страна, которая сегодня в полном союзе с Турцией. И это показано на карте между Россией и Турцией. Маленькая, желтым цветом – Мишех Тубал. Гумер и дом Фагарма – это Турция. Президент, который сегодня с огромной ненавистью говорит об Израиле. Персия – это Иран, давний и непримиримый враг Израиля, всегда стремящийся уничтожить и стереть с лица земли Израиль. Иран, который сегодня находится в крепком союзе с Россией, и который руководит и Хамасом, и Хизбалой, и многими другими терророрганизациями, воюющими с Израилем. И Феопляне – это Судан с юга Израиля. Ливия показана желтым цветом. Есть еще такая картинка. Подобное же развитие событий, описанное в пророчестве Изекилия, скорее всего, произойдет к середине Седмины, когда со всех сторон, перечисленные в пророчестве страны и царства, придут на Израиль. С севера – Россия и Турция. Здесь же – Сирия и Ливан, где находится Хизбалла. С востока – мусульманские страны бывшего СССР и Иран. С юга – Судан и Ливия. Что об этом говорит книга Откровения? Что язычники будут попирать святой город Иерусалим 42 месяца. Это время царства зверя с семью головами и десятью рогами. То есть всю вторую половину Семидесятой Седмины Иерусалим будет попираться язычниками. Доколе не окончатся времена язычников. К середине Седмины, после мировой войны, сформируется зверь с семью головами и десятью рогами. Альянс государств последнего времени, которому дьявол даст силу свою, престол свой и великую власть. И эти перечисленные страны имеют к этому альянсу самое непосредственное отношение. Ну и в конце Седмины зверь соберет все армии мира вместе Армагеддон, чтобы сразиться с грядущим мессией. Ведь в семнадцатой главе книги Откровения сказано, что они, этот альянс государств, будут вести брань или войну с Агнесом, и Агнес победит их. А в шестнадцатой главе, когда шестой ангел выливает чашу свою на землю, написано, и он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Многие страны придут в это место, и написано, что высохла река Ефрат, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. С востока находится Китай, с его многомиллионной армией, которая сегодня также в тесном союзе с Россией. И у Иоиля сказано о последнем времени. Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд. За народ мой, и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами, и землю мою разделили. Есть гора Мегедонская, от которой слово Армагеддон, как место. В подножье этой горы располагается долина Иосафата. Поэтому можно сказать, что это одно и то же место. У этого холма, в этой долине и произойдет последняя битва человечества с Богом. Но Бог говорит Израилю, не бойся, раб мой Иаков, говорит Господь, ибо я с тобою, я истреблю все народы, которым я изгнал тебя. А тебя не истреблю, а только накажу тебя в мире, ненаказанным же не оставлю тебя. В это время Бог будет судиться с народом Израиля, который отверг посланного Богом Мессию Иишуа, и который противится до сегодняшнего дня. Но у пророка Даниила сказано, что к концу времени и времен и полувремени, и по совершенному низложению силы народа святого, все это совершится. Когда к середине седьмины собственные силы народа Израиля будут низложены, он обратится к своему Мессии. К этому времени окончат свое свидетельство два пророка, и многие из народа Израиля примут Иишуа как своего Мессию. Как еще сказано, что Антихрист будет угнетать святых Всевышнего, и они преданно будут в руку его до времени и времен и полувремени. Поэтому для Израиля, как и для всего мира, наступает время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди. Наступает время Божьих судов для всех, кто не принял любви и истины для своего спасения, кто не принял Иисуса Христа, который по великой любви отдал свою жизнь за грехи всего человечества. Но для всех, кто пребывает сегодня во Христе, в Его мире, любви, истине, в ожидании веры, наступило время, когда мы каждый миг можем быть восхищены и можем предстать предсыном человеческим, избежав всех этих будущих бедствий. Что же может быть более захватывающим и радостным, чем грядущее восхищение, и долгожданная встреча с драгоценным Господом? Ничего не может сравниться с этим. Будем же пребывать во Христе в ожидании бодрствования, готовности веры и любви, в полном единстве с Ним и между собой. Будем готовы на всякое время, потому что мы не знаем точного дня и часа. И на мой взгляд, говорить сегодня, что это произойдет через год, например, в 2024 году, это совершенно неправильно, потому что мы не знаем точного дня и часа. Внезапно придет жених, и готовые войдут с ним на брачный пир, и двери затворятся. Время церкви и время благодати подошло к концу. Пусть же проснутся от сна те, кто еще спит, и пусть пребывают в полной готовности те, кто уже проснулся. Да будут чресла наши припоясаны, и светильники горящие. Вся слава Богу Отцу и Господу нашему Иисусу Христу, возлюбившему нас, омывшему нас и искупившему нас от всех грехов своей кровью. Господь грядет, Его время пришло. Маранафа. Восхищение так близко. Будьте благословенны, мои братья и сестры. Не теряйте веры и надежды. Бодрствуйте и будьте готовы сегодня и завтра и следующий день. Не переставайте ждать Его и верить. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова